Здравствуйте! Эфир нашего телеканала продолжает разговор о системе безналичных расчетов в торговых сетях Крыма и о ее внедрении. У нас в гостях Евгений Ильенков, представитель крупной торговой сети. Евгений Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Александрович, итак, торговые сети рассчитаны на массового покупателя, но вот как бы вроде как цифры неумолимо свидетельствуют о том, что массовый покупатель предпочитает все-таки безналичную форму расчета. Мы говорим о безналичной форме расчета. Вообще, в отношениях с покупателями крупной торговой сети на безнал готовы переходить? На сегодняшний день все крупные торговые сети уже готовы к приему безналичных платежей. Единая система безналичных платежей запущена на территории Республики Крыма, она функционирует на сегодняшний день в полном объеме. А если говорить о каких-то процентных характеристиках, то долю, удельный вес в общем количестве расчетов, именно расчеты по безналичной форме оплаты, они какое место занимают? На сегодняшний день удельный вес безналичных платежей, если мы говорим про Республику Крыму, он на самом деле сегодня пока невелик. Для сравнения, на территории материковой России доля проникновения систем безналичной оплаты составляет порядка 40%, и при этом 6 из 10 покупок оплачиваются с помощью пластиковых карт, то есть безналичным платежом. На территории Республики Крым всего сегодня 2%. При этом мы понимаем, что большая возможность роста, есть куда стремиться. В первую очередь, я думаю, что это мое пожелание направлено к тем предпринимателям, которые обслуживают и встречают наших гостей Республики Крым. А скажите, пожалуйста, тем не менее, 2% это не просто мало, это очень мало по сравнению с той цифрой, о которой вы сказали, характеризую среднестатистический показатель по России. Люди, почему в Крыму, на ваш взгляд, опять же, вы все-таки представитель торговой сети, у вас свое мнение относительно того, что происходит на этом рынке, почему люди неохотно оформляют свои отношения с магазином через безнал? На мой взгляд, это связано с тем, что с известными событиями, которые мы все прекрасно помним, когда несколько лет назад в единый день были просто-напросто заблокированы все безналичные операции по пластиковым картам, все расчеты были заблокированы на территории Крыма. Тогда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу в короткие сроки обеспечить, разработать и обеспечить запуск национальной системы приема безналичных платежей. В свою очередь, естественно, надо понимать, что эта задача была выполнена. В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов дал поручение в максимально сжатые сроки запустить, развернуть эту систему для работы на территории Республики Крым. Вот эти постеры, они ее системой касаются, которые рядом с вами лежат? Да, совершенно верно. Вот эти я специально взял с собой. Рекламные материалы, они размещены на кассах, где обеспечивается возможность для покупателя оплатить свои покупки с использованием пластиковых карт. Но мы можем называть эту платежную систему. Это платежная система МИР. Да, единая национальная система платежей МИР. То есть от визы Мастеркард она отличается тем, что это национальный оператор. Это наша национальная российская система оплаты. Что касается возможных причин, по которым люди не доверяют вот этой форме безналичного расчета с банками, проблем никаких нет у МИРа, у этой новой национальной пластиковой системы? Нет, ни у продавцов, ни у банков, ни у покупателей при использовании этой системы на сегодняшний день мы не фиксируем каких-то недочетов. Стоит речь о том, что вернуть доверие, скажем так, конечного потребителя к самой системе безналичных платежей. Потому что, грубо говоря, Крым был выключен на протяжении нескольких лет от этой системы. Необходимо вернуть доверие, необходимо поставить эту систему на рельсы, она начнет работать. И вот доля вот этих безналичных платежей, мы не сомневаемся, она будет расти. И надо понимать, что для конечного потребителя, для конечного покупателя это очень удобный инструмент. Он позволяет не носить с собой наличные денежные средства. Если вы, не дай бог, потеряли кошелек или еще что-то, то утерянные наличные денежные средства, их достаточно промилактично, скажем так, наверное, невозможно их вернуть. Если вы потеряли пластиковую карту системы МИР, предположим, то вам необходимо просто обратиться в обслуживающий ваш банк, вам перевыпустят эту карту и деньги у вас останутся в сохранности. Опять же, можно говорить о том, что если вы приобрели какой-то товар, услугу через наличные денежные средства, и есть необходимость вернуть этот товар, но вы можете потерять просто вот чек, фискальный чек. При безналичной оплате вам достаточно обратиться в обслуживающий ваш банк и попросить подтверждающий документ, что такая операция о покупке была произведена. Банк с удовольствием вам пойдет навстречу, предоставит необходимые документы. Кроме того, безналичные платежи, опять же, они позволяют уйти от необходимости с собой носить мелкие денежные средства, сдачу, потому что при оплате по безналичному расчету сумма пробивается именно как в чеке. Это основные, скажем так, преимущества. Преимущества, о которых вы говорите, да, они несомненные. Но вот все-таки может быть речь и дело не в недоверии к банковской системе у крымчан в свете каких-то событий, а, например, в том, что культура безналичного расчета как таковая, она здесь в плане своей реализации проблемы, ну, например, какого характера имеет в магазинах и сетях торговых, малых и средних, не везде же терминалы стоят. Вот вы эти проблемы как-то связываете друг с другом? И что делать для того, чтобы эти терминалы наконец появились в магазинах малых и средних торговых сетей? Совершенно верно. Есть, мы наблюдаем такую ситуацию, что на сегодняшний день только основные крупные торговые сети, ну, по продуктам питания, вот они в основном подключены. Если мы говорим о небольшом, мелком бизнесе, то там есть, наблюдаются проблемы с приемом платежей по безналичному расчету. Вы знаете, что с 1 января 2015 года законодатель, депутаты Государственной Думы, они внесли поправки в федеральное законодательство, где установили ответственность продавцов за отказ в предоставлении покупателю право выбора. Если продавец отказывает покупателю, правоохранительные органы, органы... Но это нарушаются права потребителей. Совершенно верно. Право потребителей нарушаются. Правоохранительные органы, Роспотребнадзор, они вправе наложить административный штраф на такого нерадивого продавца вплоть до 50 тысяч рублей за каждый факт отказа. Крыму этот закон когда заработает? Он уже работает. То есть, по идее, это должно стимулировать собственников малых и средних торговых точек для приобретения соответствующих аппаратов. А вот что касается перспективы обозримого будущего, летний сезон. Совсем скоро, не за горами, что называется, и Крым ждет туристов, несколько миллионов человек, которые приедут со своими карточками мира. Они смогут здесь, в Крыму, рассчитываться этой системой? Да, как я уже говорил ранее, система запущена. Она прошла, скажем так, период тестовой наладки, эксплуатации. На сегодняшний день система работоспособна в полном объеме. Мы ждем покупателей, ждем туристов. Все, мы готовы к встрече гостей Крыма. Что касается, опять же, возвращаясь к теме культуры, использования пластиковых карт и безналичных расчетов. Вот какая-то пропаганда, допустим, теми же самыми крупными торговыми сетями среди потребителей ведется, которая информировала бы их о тех преимуществах, о которых вы уже сказали в разговоре сейчас на камеру. Создание таких касс мы видим нецелесообразным, потому как всегда найдется покупатель, который может встать не в ту кассу, потратить свое время. И одновременно с этим создание касс по приему только без наличных платежей, оно в свою очередь уже нарушает права потребителей на право выбора наличный платеж, либо безналичный. В нашей торговой сети мы приняли такую позицию, что у нас каждое кассовое место, каждый магазин в 100% объеме обеспечивает прием как и наличных, так и безналичных платежей. А вот, кстати говоря, мы говорим, опять же, о ситуации на примере практики вашего магазина, ваших торговых сетей. Вот эти 2%, о которых вы сказали, людей, которые предпочитают в своих расчетах безнал, эта цифра, она растет? Есть ли какая-то динамика? Или она вот зафиксировалась на уровне определенном, и никакая динамика, в том числе экспертами, ваших торговых сетей не наблюдается в плане роста или, наоборот, даже понижения? Ну, скажем так, система, и вот единая национальная система, она имеет небольшое время существования в Республике Крым. Пока 2%, но мы видим, что тенденция улучшается, что количество безналичных платежей, оно ежемесячно увеличивается. Количество покупок и суммы покупки с использованием пластикокарт, они постоянно растут. А исходя из вот этих ваших наблюдений над динамикой изменения показателей на 40%, когда крымчане могут рассчитывать, когда наш регион сравняется с общероссийским показателем? Год, два? Я думаю, что где-то примерно в этих пределах. Спасибо большое, Евгений Александрович, за ваши компетентные комментарии, и спасибо за то, что нашли возможность отличиться от работы, приехать в студию, ответить на вопросы, всех благ. Спасибо. Мы не прощаемся с вами, увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!